Hallo liebe Freunde, wie geht's? Сегодня мы послушаем диалог жителей одного дома и узнаем, что же у них произошло и кто такой Hausmeister. Досмотрев наше занятие до конца, ты будешь легко понимать по-немецки такие фразы, как sie mal, weißt du was, pass auf, и в каких ситуациях можно использовать слово fee. Jetzt geht's los! Друзья, меня зовут Дмитрий, и добро пожаловать на мой канал для всех любителей иностранных языков, и в частности немецкого языка. Сегодня рад вас приветствовать на 26 занятии нашего курса «Немецкий по диалогам по методике Assimil». Кто впервые на моем канале, хотел бы обратить ваше внимание, что есть плейлист «Немецкий по диалогам с нуля до уровня B2». И, конечно же, если тебе хочется изучать вместе с нами немецкий язык, открывать новый немецкоговорящий мир вместе, тогда подписывайся на мой канал, если ты еще не подписан, нажми, сделай красную кнопку серой, не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео на моем канале, ну и, конечно, жирный лайк, если ты любишь и тебе хочется изучать немецкий язык. Итак, по традиции, начнем новое занятие с прослушивания предыдущего диалога. Наша задача понять, насколько хорошо ты его проработал. Поехали! Секунду. Сейчас. 25. Лекцион. Секунду. Ein wahrer Schatz. Поехали. Девушки отдыхают. Отлично. Это была дискуссия, разговоры между мужем и женой. Надеюсь, ты все понял. Если нет, вернись к предыдущему занятию, номер 25, и проработай этот диалог. Итак, сейчас новый диалог, где говорят жители, жильцы одного дома, и ты узнаешь, кто такой хаус-майстер. Поехали. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Dort steht der Hausmeister vor der Tür. Der mag keine Katzen. Ach, der sieht uns nicht. Der ist mit den Mülleimern beschäftigt. Warte lieber. Ich gehe zu ihm und frage ihn etwas und du gehst inzwischen schnell rein. Zu spät. Er hat uns schon gesehen. Humans think bloß nicht, dass das Vieh ins Haus kommt. Отлично. Это наш диалог. Если вдруг ты не все понял, ничего страшного, мы сейчас его как раз и проработаем. Итак, диалог называется The Hausmeister. Hausmeister. Hausmeister примерно можно перевести как управдом, управляющий домом, то есть человек, которому мы можем позвонить, когда у нас какие-то проблемы в квартире. Например, со светом, электричеством, водой и так далее. Вот по-немецки мы называем The Hausmeister. Как правило, это один человек, который отвечает за один конкретный дом. Итак, диалог называется наш Hausmeister управдом, управляющий домом. Sie mal. Посмотри-ка. Mal. У нас, по-моему, уже в диалогах когда-то встречалось, переводим как ka. Sie sehen. Поведительная форма, императив. Что сделать? Посмотри-ка. Sie mal. Dort oben, там наверху, dort oben, sitzt, сидит, сидит, eine kleine katze, котенок, либо маленькая кошка, eine kleine katze, где она сидит? Auf dem garagendach. Auf. Это на. Где? Auf dem garagendach. На крыше гаража. Посмотрите. Garagendach. Большое слово. Тут у нас сначала идет гараж, и потом идет крыша. Причем артикль в таких сложных словах всегда определяется по последнему роду. Die garage, но das dach. Поэтому будет das garagendach. Но тут у нас вопрос. Кошка сидит где? А вы помните, что это дательный падеж. Das переходит в dem. Auf dem garagendach. Die kann allein. Die. Смотрите, так как мы про кошку, кошка die katze, мы про кошку уже говорили, мы можем не повторять еще раз die katze, мы можем просто использовать артикль женского рода, потому что die katze женского рода die, die kann, она не может allein, nicht mehr, runter. Тут ключевое слово runter. Runter – это вниз, внизу. Runter. Runter kommen. Спуститься вниз. Она не может одна больше вниз дословно. Слезть – это по контексту. Runter gehen. Runter kommen. Come. Давай. Come. Come. We helfen ihr. Мы ей поможем. Мы поможем кому и ей. Кошке. Hast du sie? Дословно ты ее имеешь. Hast du sie? Ты ее. Она у тебя? Кошка. Обратите внимание еще раз, что в женском, в немецком языке у нас die katze – кошка, а здесь мы можем переводить как он – котенок. Поэтому он в русском языке, как котенок, а она – кошка в немецком языке. Ja. Und sie zittet. 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 Дрожать. Она дрожит. Am ganzen Leib. Am ganzen Leib. Она дрожит всем телом. Und ist ganz maga. И совсем худая. Ist ganz – абсолютно совсем maga. Худой. И она или он совсем худой. Wem kann die? Кому она может? Опять, видите, die, потому что die katze мы не называем полностью. Можно сказать, wem kann die katze? Либо просто, wem kann die wohl, вероятно, может быть, gehören, принадлежать. Кому она, он может принадлежать? Wem kann die wohl gehören? Wahrscheinlich, возможно, niemandem. Никому. Wahrscheinlich, niemandem. Weiß du was? А знаешь что? Weiß du was? Wir nehmen sie. Мы возьмем ее. Только тут sie должно быть маленькой буквы. Мы возьмем, кого ее? Хошку. Mit na hause. Мы ее возьмем. Mit. Как бы с нами. На hause. Куда домой. Warte. Подожди. Pass auf. Осторожно. Dort steht der Hausmeister vor der Tür. Dort. Там steht. Штейн стоит. Кто? Hausmeister. Управляющий домом. Где? Vor der Tür. Перед дверью, дословно. У двери, либо перед дверью. Где? Дательный падеж. Дитю. Женский род. Ди, дэ, дэ, дэ. Ты помнишь? Дэ, тю. Дательный падеж. Дэр. Тут видите, дэр. Это управляющий домом. Он. Дэр мак кайны катсен. Он не любит кошек. Ах, дэр сит унс ничт. А, он, дэр, он, ausmeister, сит унс ничт. Глагол зэйн. Он нас не видит. Он нас не видит. Дэр ист мидэн мюльайма бесшэфтихт. Он есть с мусорными вёдрами занят. Бешэфтихт. Это занятый. Быть занятым чем-либо. Бешэфтихт займ. То есть получается, он есть с мусорными вёдрами занят. Ват, либо. Лучше подожди. Их геет цу им. Я подойду куда? К нему. Их геет цу им. Унд фраге ин этвас. И спрошу что-то у него. Смотрите. Я подойду куда? Цу им. К нему. После цу у нас всегда дательный падеж. К нему. Унд фраге. И спрошу кого его. Это у нас аккузатив. И спрошу его о чём-то. Унд ду гейст инсвишен. Унд ду гейст инсвишен шнэль райн. А ты тем временем быстренько зайдёшь. Смотрите. Райн. Райн гейн. Зайти внутрь. Райн. Внутрь. Райн гейн. Унд ду гейст инсвишен шнэль райн. И ты тем временем быстренько войдешь внутрь. Zu spät. Слишком поздно. Er hat uns schon gesehen. Это прошедшее время, которое мы с вами еще пока не проходили. Он нас уже увидел. Глагол haben плюс третья форма глагола. Об этом чуть позже в следующих занятиях. Jungs, парни, ребята, denkt plus nicht. Вы даже не думаете. Даже вот это, plus даже, для выражения эмоций. Вы даже не думаете. Das das Fee ins Haus kommt. Что это животное. Про слово Fee я скажу чуть позже. Что это животное домой зайдет. Ins Haus kommt. Вот такой у нас большой диалог. Вы видите, что у нас на курсе немецкого диалоги большие. Давайте я его сейчас еще раз включу. И вы будете параллельно вместе с тем, как слышите, повторять за диктором. Только я уже буду без paus. Я его включу полностью. И вы постарайтесь читать, слушать и быстренько повторять. Попробуем сегодня такой способ. Поехали. 26. wahrscheinlich niemandem. Weißt du was, wir nehmen sie mit nach Hause. Warte, pass auf, dort steht der Hausmeister vor der Tür. Der mag keine Katzen. Ach, der sieht uns nicht. Der ist mit den Mülleimern beschäftigt. Warte lieber, ich gehe zu ihm und frage ihn etwas und du gehst inzwischen schnell rein. Zu spät, er hat uns schon gesehen. Jungs, denk bloß nicht, dass das Vieh ins Haus kommt. Отлично. Если тебе необходимо, как и раньше, повторять фразу за фразой, можешь нажимать на Stop и повторять. Или можно одновременно, слушая, читая, как бы читая вслух и слушая, вслед за диктором говорить. Либо, после каждой фразы, как раньше, нажимать на Stop. Так, комментарии. Комментарии по этому диалогу. Полезная фраза. Ну, я всегда выделяю в последних занятиях, вы помните, заметили, что я выделяю полезные фразы. На самом деле, их больше, но, наверное, самые такие интересные фразы. Sie mal. Посмотри-ка. Weißt du was? Знаешь что? А знаешь что? Pass auf. От глагола aufpassen. Быть внимательным, быть осторожным. Pass auf. Осторожно. Смотри. Будь осторожен. Три полезных фразы. Про The Hausmeister я вам уже сказал. Это человек, который поддерживает порядок в жилом, большом, многоквартирном доме. Да, у нас это обычно, если мы говорим про Россию, управляющая компания. У них, как правило, это человек, который живет в этом же доме, и он отвечает за решение всех проблем в доме. Называется The Hausmeister. Сегодня у нас в диалоге было много дательного, именительного падежа в местомениях. Ему, ей и так далее. Смотрите, вот эта табличка, она уже была у нас когда-то на предыдущих занятиях. Если вы еще не переписали, можете поставить на паузу, сделать закладочку, переписать эту табличку, чтобы она у вас была всегда перед глазами. И не забываем, что у нас четыре падежа в немецком языке. Вы помните номинатив, генитив, датив, акузатив. Конечно, вам надо помнить падежные вопросы. Номинатив – это кто, что, подлежащее, тот, кто выполняет действия. Генитив – чей, датив – кому, где, когда. Акузатив – кого, что, куда. Вот эти падежные вопросы, их, конечно, надо просто выучить и просто помнить. Да, и, соответственно, вы будете, не будете путать, что мне – это мир, меня – это mich. Тебе – это dir, тебя – dich. Кто еще не сделал такую закладочку, пожалуйста, сделайте. Ну и, соответственно, вопросительное слово «кому» – это будет «vem». Например, «vem zeigtst du die Wohnung?» – «Кому ты показываешь квартиру?» И «кого», да, «vem liebt sie?» – «Кого она любит?» – «Кого» – это «vem», «вен», а «кому» – это «vem», друзья. Так, и слово «fie». Слово «fie» обозначает скот, домашний скот, животное. И также может использоваться в таком вот уничижительном обозначении, как бы скотина, да. То есть, если вы хотите кого-то обидеть, ну, или животное, можно сказать «fie». «Do fie» – даже по отношению к людям можно использовать, но это, конечно, надо использовать осторожно и только с друзьями, с людьми, которых вы знаете, иначе человек может обидеться, да, «fie». То есть, это может быть скот, домашний скот или животное, домашнее животное. Так, друзья, у нас с вами остается четыре минутки. Мы вместе с вами не поработаем по предложению «Asimil». Ты знаешь, да, что всегда каждому диалогу, каждому занятию я готовлю именно для тебя с ссылку в приложение Quizlet, где есть все слова и приложения данного урока. И сегодня не исключение, под видео ты найдешь ссылку, и по этой ссылке ты можешь к себе добавить в картотеку слов и фраз этого занятия, этого диалога 26-го, там будет 26-й, 27-й диалоги, и тренировать эти фразы. Их можно слушать, да, в Quizlet есть функция «включить», там кнопочка «play». Ты нажимаешь, и они все у тебя проговариваются с паузой, и ты, соответственно, можешь в эту паузу переводить. Либо просто тренировать слова карточками, упражнениями, там пять способов тренировки слов. Надеюсь, ты это делаешь, потому что я эти слова вношу именно для тебя, чтобы они были в твоем Quizlet, и ты мог в любой момент их использовать. В языке очень важна регулярность и повторение, поэтому занимайся немецким каждый день, прорабатывай вот это занятие. Сейчас у нас пошли уже большие диалоги в немецком языке, в немецком курсе, поэтому постарайся прорабатывать диалог свежий несколько раз, например, завтра еще, послезавтра. Если ты чувствуешь, что ты его проработал хорошо, ты больше 90% понимаешь, тогда ты молодец, и тогда вот этот лайк будет тебе. Если занятие было полезным, ставь лайк, потому что я делаю этот курс именно для тебя, чтобы ты изучал немецкий язык в диалогах и брал из этих диалогов хорошие, интересные, полезные фразы для твоего разговорного немецкого. Правила ты знаешь, я как сегодня сказал, и маленькое задание прямо сейчас. Можешь написать, как тебе сегодняшний диалог понравился, не понравился, и что было полезное в сегодняшнем занятии именно для тебя. А мы тогда с тобой прощаемся. И, конечно, хочу тебе сказать, если тебе нравится такой формат занятий, пожалуйста, порекомендуй мой канал, мой курс, и не только курс по немецкому. Сейчас есть 4 языка на моем канале. Порекомендуй своим друзьям, знакомым, поделись ссылкой в соцсетях. Я буду тебе только благодарен. Давай вместе расширять наше сообщество полиглотов. А я тебе хочу пожелать хорошего дня. Я желаю вам еще один добрый день. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова